Ровно 32 года назад в Латвии появились неграждане. Aliens, как записано в их паспорте. 15 октября 1991 года Верховный Совет принял закон, который разделил всех жителей Латвии на граждан и неграждан. И это позорное пятно в биографии нашей страны до сих пор не смыто. Сомневаюсь, что русские и русскоязычные жители, которые голосовали за независимость на референдуме 3 марта того же года, думали, что их вычеркнут из жизни страны. Явка на том референдуме была 87%, а за независимость проголосовали 73%. При этом латышей и русских в стране было практически поровну. Закон коснулся 750 тысяч человек, которые получили фиолетовые паспорта. И до сих пор в нашей стране проживает около 200 тысяч неграждан. Слава богу, с 1 января 2020 года рожденных в семьях неграждан детей признают гражданами Латвии даже без заявления родителей. С этого момента рождение новых неграждан, по крайней мере, прекратилось. Но вопрос не решен. И сам собой не решится. Решение не давать гражданство всем жителям Латвии в 91 году было с точки зрения новой власти практичным. Они боялись, что мы пойдем и выберем своих представителей. И этими представителями были бы явно не они. К этим их страхам я еще вернусь. Так вот, они нам раздали фиолетовые паспорта. У меня тоже такой был. Хотя я в Латвии родилась. Поэтому я очень хорошо понимаю эмоции неграждан. В первую очередь, обиду. Не я, а мои коллеги по Русскому Союзу Латвии, которые работают как правозащитники уже более 30 лет, очень много сделали для того, чтобы ликвидировать этот позорный институт безгражданства. Но силы были неравны. Безусловно, важное достижение, что наш евродепутат Татьяна Аркадьевна Жданок добилась, чтобы все неграждане могли без виз путешествовать по Европе. Но если откровенно, то этот бонус в том числе притормозил желание многих неграждан брать латвийское гражданство. Латвийское государство под давлением, но разрешило всем негражданам пройти натурализацию, хотя особо не стимулирует к этому. Рекламных плакатов на улицах с призывом сдать экзамен вы не увидите. Основной всплеск натурализации был после отмены так называемых окон натурализации, а потом после вступления в Европейский Союз. В последние 9 лет натурализуются не более чем 1000 человек в год, а тут еще депутаты правящей партии Новое Единство, это там, где был президент и состоит премьер-министр Эмэ Риги, вышли с предложением отнимать латвийское гражданство у натурализовавшихся нелояльных граждан. И было бы смешно, если бы это не звучало так правдоподобно у нас в стране. Слава богу, этот бред так и остался на бумаге пока что, но обсуждали его в коалиции на полном серьезе. Учитывая всю эту долгую историю с негражданами, давайте назовем вещи и процессы своими именами. Латвийской ксенофобии уже 32 года, и, похоже, она только усиливается. В такой ситуации институт без гражданства уже никогда не будет ликвидирован. Численность граждан будет сокращаться в основном за счет смертности и отъезда в другие страны. Тут я хочу вернуться к страхам правящих латвийских политиков. Уважаемые неграждане, вас много в числе наших сторонников, я знаю. Многие из вас очень активно нас поддерживают. Вы интересуетесь политикой и часто ее обсуждаете. То есть вы вовлечены в жизнь нашей страны. Конечно, многие из вас уже в достаточно солидном возрасте и ни о каком экзамене не может идти речи. Но если вы полны сил, хочу вам предложить реализовать страхи правящих. Натурализуйтесь. Все лучше быть активными гражданами, чем активными негражданами. Когда-то я сама натурализовалась с одной единственной целью, чтобы голосовать на выборах. Об активной политике в тот момент я совсем не думала. А сейчас я веду группу в Facebook о натурализации, чтобы люди могли обмениваться информацией по этому вопросу. Ссылку на эту группу обязательно опубликуем в подводке к этому видео. Иногда приходится слышать, мол, что мой один голос ничего не изменит. Он ничего не значит. Поверьте мне, как человеку, который баллотировался неоднократно. Каждый голос имеет значение. Это одно. А второе. Когда такая часть населения исключена из демократических процессов, это нельзя назвать демократией. Демократия, она либо для всех, либо ее нет. Но в нашей стране, увы, в вопросах неграждан нет ни демократии, ни справедливости. Я понимаю ваши чувства. С вами уже поступили несправедливо. Но ради восстановления справедливости я призываю вас натурализоваться. Если можете. Если здоровье позволяет. А потом можно всем дружно пойти и проголосовать за своих представителей во власти. Своих. Тех, которых мы должны иметь право выбирать по закону. Тех, которых мы должны иметь право выбирать по закону.